Всем привет! Это восьмое видео по проекту Почта, и оно будет достаточно коротким. Оно будет о таком объекте, который будет ответственен за пользовательский вывод. То есть, вот вывод на экран, System Out. Дело в чем, что вот сейчас мы используем System Out, а кто знает, что мы потом захотим использовать. И, в общем-то, я бы хотела не использовать System Out везде и всюду. Вот посмотрите сейчас. User Console Input Reader. Я здесь пишу System Out Println. Да, Main. System Out Println. Все команды. System Out Println. Вот. А что будет, если у нас System Out, ну, как бы, не тот будет, грубо говоря, да? Что будет, если я хочу выводить что-то в какое-то необычное место, то есть не System Out? Выход 1. Иметь объект, который будет доступен и командам, и всем остальным, который будет ответственный за печать. И он сам уже разберется, куда ему печататься. Вот. Давайте мы создадим такой объект. Он будет называться, ну, давайте, Output Printer. Этот Output Printer будет иметь некий объект, в который мы будем печатать. То есть, вот смотрите, у нас есть System Out, да? И System Out у нас это PrintStream. Мы, в общем-то, не проходили еще потоки. У нас будет одно из последних занятий чтения из файла. Но, в общем-то, нам необходим PrintStream, в который мы будем печатать. Это будет нашим состоянием класса. И при создании класса мы будем просто передавать тот самый стрим, в который мы собрали печатать. Вот. Ну и что мы можем сделать? То есть, это видео будет достаточно коротким, потому что я сделаю совсем простую версию Output Printer. В конце, в одном из последних видео, наверное, я добавлю еще работу с ресурсами для тех, кому будет интересно, как же, например, сделать так, чтобы строки, которые пользователь видел, вы могли менять и без изменения кода. Но пока что я думаю, что мы можем создать метод PrintLN. Стринг S, который будет просто печатать строку, да, и PrintF. Казалось бы, на самом деле, во-первых, вот эти троеточие означают, что тут может быть много аргументов. То есть, вот такая вот конструкция доступна только в конце метода. И, по сути, Java, на самом деле, с точки зрения языка, позволяет просто перечислять все объекты, ну, все аргументы через запятую, сколько-то, да. А на самом деле, внутри она это все будет считать просто массивом. PrintF. Почему я не передаю просто PrintStream везде и всюду, да, вместо того, чтобы писать SystemOut? Не передаю PrintStream. Ну, дело в том, что я могу захотеть что-то необычное сделать здесь, да. И я, собственно, оставляю для себя пространство для маневра. То есть, в принципе, пока что я в самом начале пути, и кто знает, что я захочу в конце. И, в принципе, избавиться от OutputPrinter всегда проще, чем выколупать отовсюду PrintStream, грубо говоря, да. Ну, и, в принципе, здесь можно в классе какие-то свои методы создать. Вот, например. Например, я хочу создать public void. Например, как же это называется-то? Ну, в общем, приглашение командной строки. А, UserPrompt, да. PrintUserPrompt. Я хочу, чтобы там, где пользователь мог что-то ввести, ему попадался UserPrompt. Что такое UserPrompt? Ну, вот вы можете увидеть, например, вот здесь вот. Да, вот это вот, вот все вот это, это приглашение командной строки. Вот, это тот самый UserPrompt. И я знаю, что я нахожусь именно в текущей сессии терминала, а не где-то в каком-то другом месте, да. Потому что я вижу этот UserPrompt. Давайте, для того, чтобы напечатать UserPrompt, мы напечатаем вот такую вот конструкцию. Теперь давайте использовать везде UserPrompt. Во-первых, мы передадим сюда UserPrompt и добавим его как параметра конструктора. Вот AltPrompt нажимаете на поле, которое нигде не в пользу, ну и вам предлагают как параметра конструктора его добавить. Да, да, я хочу добавить его как параметра конструктора. И теперь я сделаю такую интересную вещь. Везде, где у меня SystemOut, я замену на принтер. Вот здесь где-то чего-то мне не хватает. Ага, здесь мне нужен просто принт, да. И его мне не хватает. Ну, значит, просто принт. Так, теперь у меня все есть, да. И я бы хотела пользователю напечатать приглашение командной строки вот здесь. Да, когда я хочу, чтобы он что-то напечатал. Здесь, здесь, здесь. Ага, ну и бы здесь. Ну и здесь. Отлично, да. И давайте тогда еще сходим в Main и создадим здесь, значит, OutputCenter. SystemOut у нас будет. Ой, извиняюсь. SystemOut. То есть, у нас будет вся печать происходить в SystemOut. То есть, вы понимаете, да, что я захочу, чтобы оно происходило в какое-то другое место. Мне просто достаточно здесь передать другой принтстрим. Ну, почему здесь оказался принтер? Это потому, что идея сама его подставила туда за счет того, что я автоматически добавила поле в конструктор. Так, и теперь, теперь я хочу, я хочу, чтобы у нас сюда, видимо, поставлялась еще принтер. Все уже четыре параметра у метода, ничего хорошего, правда? Ну, это мы избавимся от этого. Теперь я хочу везде добавить вторым параметром принтер для команд. И теперь давайте сходим, посмотрим, что в команде add. Во-первых, наверное, я хотела бы вот что сделать. Что у меня add вообще возвращает? Add возвращает у меня идентификатор, правильно? Я бы, наверное, хотела напечатать print added message id. И я еще, знаете, что хочу сделать? Я хочу, пожалуй, напечатать некие такие разделители, которые будут завершать мою команду. Ну, попробую. Может быть, мне понравится то, что получится, да? Зачем? Ну, для того, чтобы более эффективно разделять команду. Ох. Ну, здесь я так вот сделаю. И давайте... Принцепаратор, правда? Так, здесь я что-то не то сделала. Теперь... Опять же, здесь я хочу так же... Здесь я хочу просто message updated написать. И после этого... Видите, у меня, кстати, здесь принт, а надо бы println. Отлично. Так, в edit println message updated плюс message... Ну, плюс message пока что. И здесь я хочу использовать принтер. Empty command мне ничего не нужно. Да. Exit command мне тоже ничего не нужно. А, нет, мне exit command нужно здесь поменять. Help command здесь вот прям все напрашивается. Все поперепутала. Угу. У меня только строчку, понимаешь? Ну, пока так будет. Лиз. Угу. Это было... Это было случайно. Я задела print screen, не пугайтесь. Здесь я, наверное, тоже сепаратор напишу, правда? Принтер. Сепаратор. Здесь сепаратор, и здесь сепаратор. Ага. Еще я забываю поменять, конечно. Так, остался принтер здесь. Принтер здесь. И смотрите, что я еще хочу. Я хочу в любом случае после вызова команды... Ну, как... User Prompt показать. В любом случае. То есть, ну, понимаете, да? После того, как пользователь вызвал команду, если это неизвестная команда, то сразу будет снова User Prompt показан. А если известная, то она отработает и снова User Prompt. И пользователь будет понимать, что от него теперь ожидается что-то конкретное, да? Здесь... Давайте теперь, знаете, что сделаем? Поищем по всему... System Out. И смотрим. Output Printer и Main. Output Printer. Где у меня Output Printer System Out появился? Хм. Вот. Все. Теперь у меня не должно быть ничего такого. Ой. Я запустила дебаг. Ну, ладно, дебаг тоже подойдет. И что я вижу? Уже нету приглашения командной строки. И это плохо. Я забыла, что User Prompt, наверное, не в конце надо, а в самом начале. Давайте запустим еще раз. О! Вот это было приглашение командной строки. Add. Ам... Угу. Почему идея меня ставит в начало строки? Хороший вопрос. Я не знаю. Надо подумать будет. Это надо загуглить, потому что я уже давно не писала таких вещей. То есть, видите, да, у нас уже хоть какая-то компоновка есть. Не сказать, что это очень интересный, ну, такой понятный пользовательский интерфейс, да. Но, по крайней мере, что-то. Вот. Собственно, вот такой вот Output Printer. Он позволяет нам более-менее красиво что-то напечатать. Я думаю, знаете, я думаю, что не хватает вот лишнего здесь строка. Давайте еще раз запустим. Ага. Ну, да, так уже, скажем так, лучше. По крайней мере, видите, вот этот разделитель, он позволяет понять, во-первых, где у нас идет ну, конец команды, да, конец вызова. И где у нас, в общем-то, ну, можно поделить глазом. И вот это вот дает понимание, что от нас что-то ждут какого-то года, да. Вот. На этом, в общем-то, все. Потом где-нибудь в конце будет еще ну, одно видео, связанное с тем, чтобы вот эти строки, вот эти все строки, сейчас, где же эти строки? Ладно. Вот, вот эти вот все строки, чтобы можно было вынести в ресурсы. Вот. Я надеюсь, что вам будет это интересно. Поэтому я покажу это видео. Вот. Собственно, на этом все. И в следующем, в следующем видео, пожалуй, мы либо лог сделаем, либо сделаем вот вывод файловый. Я подумаю об этом. Спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok